Сергей Данилов, заместитель директора центра ближневосточных исследований с нами на связи. Сергей, приветствую вас. Да, добрый вечер. Давайте у вас прошу, действительно, эту тему анализировали несколько дней. В преддверии выборов, хотелось сказать, первого тура, хотя оба кандидата рассчитывали, что это будет все-таки один тур сегодня. Даже каждый из них еще говорил о том, что, ну, надеюсь, что это первый все-таки и один тур будет. Как видим, результаты показали другое. Ваши прогнозы, которые вы, как эксперт в этой области, для себя обрисовывали, как вы все-таки видели эту картину? Это будет один тур, и вчерашний день голосования в Турции должен был показать, кто станет будущим лидером Турции. Либо же все-таки вы для себя делали прогноз, что картина все-таки будет складываться так, как сейчас мы видим, после того, что озвучил Высший избирательный совет Турции. Да, кажется, у вас в эфире я говорил, что будут два тура. Ну, это и так уникальная ситуация, потому что Эрдоган на самом деле мог выиграть в первом туре. Но после того, как снялся Мухарем, и, собственно, его избиратель поддержали оппозицию, в штабе, в оппозиционных кругах, в оппозиционном штабе была временная эйфория. Кстати, это сразу повлияло на фондовые индексы. То есть рынки были уверены, что у оппозиции появляется шанс выиграть. Сегодня, кстати, рынки упали. Сначала на 6% торги останавливали, потом все-таки немножко отыграли. Но рынки на неопределенность политическую отреагировали негативно. Как раз хочу еще тогда спросить у представителей крайне право националистического крыла турецкой политики Синана Агана, который, я напомню, стал третьим и получил 5,7%. Согласны ли вы с мнением политических обозревателей, что все-таки от его избирателей зависит результат второго тура? И как будет выглядеть картина ближайших дней до 28 мая? То есть фактически Аган должен официально заявить, кого он поддерживает? Поддерживает либо же Эрдогана, либо же Килич-Дараглу? Ну да, если посмотреть, разрыв между Килич-Дараглу и Эрдоганом, 2 миллиона 300 тысяч голосов приблизительно. За Агана проголосовало 2 миллиона 800. При высокой явке рассчитывать на другие группы, например, неопределившиеся, которые не пришли к избирательной участке, возможности нет. То есть явка может повыситься на 1-2%, но это максимум. Просто не может 100% людей прийти на избирательные участки. То есть единственная возможность компенсировать этот разрыв в 2 миллиона 300 тысяч, это избиратели Синана Афгана. Как они себя поведут и что он будет делать? Он крайний популист и крайний националист. Вся его повестка политическая из двух пунктов. Сирийцев вон из Турции, причем он там особо в выражениях не стесняется. И второе, никаких поблажек курдам. Килич-Дараглу получил своих 45% в частности благодаря голосам курдских избирателей. Между штабом Килич-Дараглу и между курдской партией была публичная коммуникация и, очевидно, есть не публичная. И этот Синан Афган уже заявил, что я буду призывать своих избирателей определиться с своим выбором в зависимости от того, как Эрдоган и Килич-Дараглу ответят на мои предложения по немедленной депортации сирийцев в Сирию, если они подтвердят неизменность жесткого курса в отношении курдской общины, курдского меньшинства. Конечно, его избиратели — это не рабы, и не все из них будут принимать решение, как голосовать от того, что он скажет. Какая-то часть из них гарантированно проголосует за Килич-Дараглу, за оппозицию. Они скорее из этого сектора. Но курдский фактор может помешать части и, может быть, даже заметной части избирателей Синана поддержать оппозицию. В начале февраля 2023 года на территории Турции и Сирии произошли масштабные землетрясения. В Турции погибло десятки тысяч человек, миллионы получили ранения и, в принципе, пострадали, исходя из тех разрушений, которые были. Тогда сразу ряд топовых западных СМИ писали о прямом взаимоотношении господина Эрдогана и строительных компаний, которые занимались постройкой домов, в том числе жилых, на той территории, которая подверглась землетрясениям. И прямо обвиняли Эрдогана в коррупции, которая была связана как раз со строительной сферой. По вашему мнению, ситуация и результаты первого туровыборов, они каким-то образом вообще говорят о реакции жителей Турции на те события февральские? Либо же не имеют взаимоотношений вот эти два факта? Ну, Эрдоган построил свою кампанию на противопоставлении идентичности из Кореи. И она довольно конфронтационная. Он представил противоположную сторону своих оппонентов, как людей, которые угрожают мусульманской идентичности, как людей, которыми руководят из-за рубежа какие-то темные силы, которые плетут заговор против Турции, которые хотят ее то ли грабить, то ли повергнуть в войну. Фактор землетрясения не сработал на пользу Килич-Дараглу, во всяком случае, в той мере, в которой они на это надеялись, оппозиционные силы. Это и не сработал по двум причинам. И Эрдоган после недели-полторы замешательства после землетрясения начал активно и коммуницировать, и компенсировать, и искать подход к тем людям, которые пострадали, организовывая помощь, проведя там довольно большую и, в общем, успешную донорскую конференцию с Евросоюзом. И этими своими действиями он частично купировал для себя негативные последствия. Но и главное, вот эта вот ставка на идентичность, она тоже, она как бы отодвинула на второй план не только землетрясения, не только страшные последствия землетрясения, но и ту ужасающую инфляцию. Это главный фактор, на самом деле, этих выборов, инфляция, падение уровня жизни в Турции. Ну, то есть, этот ход ему удался, как можно видеть. Давайте напомним также, Сергей, с вашего позволения, что не только президентские выборы, а также и наряду с президентскими и парламентскими выборами были. Я уже могу озвучить как раз вот партия справедливости и развития, это партия президента Эрдогана, набирает 49,3%, это около 322 мест из 600 парламента. То есть, это не просто большинство, это, ну, скажем так, это значительное большинство. О чем это говорит? Тоже хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Ну, что партийная работа поставлена хорошо. Админресурс работает. Эрдоган, ну, на всех щаблях, на всех уровнях поставил своих людей в исполнительной власти. Он контролирует абсолютное большинство местных, ну, через свою партию и свой аппарат местных органов власти. И ставка на стабильность. Он же еще то, что еще что продает, это стабильность. Мусульманский консерватизм и пугалка о том, что если не Эрдоган, тогда Турцию уже ждут потрясения. Вот, совокупность этих факторов и привела к победе на парламентских выборах. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что стали частью нашего эфира. Спасибо за ваш анализ. Напомню, что Сергей Данилов был с нами на связи, заместитель директора Центра ближневосточных исследований.